На сцене Аткин Антон из Новокузнецка. Добро пожаловать, Антон! Развеши свежного, развеши меня, развеши меня. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Всем привет, здрасте. Антон? Да? Как дела? О! Ты, кстати, один из первых, кто вышел с айпэдом. Удобно? Да, мне да. Им не знаю как. Я надеюсь, я буду и первым, кто не уйдет отсюда без денег и с айпэдом. Было бы классно. У нас тут добрая атмосфера. Антон, скажи, пожалуйста, ты просто пошутил? Или действительно, вот самый смешной случай в жизни вы написали в седьмом классе? Это было? Это было, действительно. Я там отыгрывал просто, что да, ребята, подожди. Написано в школе 1 апреля случайно забыл застегнуть ширинку, Антон. И на все фразы у тебя ширинка рассегнута, говорил, а-а-а, конечно. Так я и поверил, да? Это правда, да. 1 апреля. А были такие смешные истории, которые можно в эфире рассказывать? Тут некоторые даже просто нельзя рассказывать. Даже людям просто прижать. Ну а шутки, которые будете читать, можно рассказывать? Да, можно все, потому что все смешные, они готовы вообще. Готовы? Готовы полностью. К тому, чтобы их озвучили. Конечно. Антон, если вам удастся рассмешить наших комиков за одну минуту, получите 1000 гривен. Отлично. В многодетных китайских семьях елку украшают наиболее красивыми детьми. Учительница музыки пришла на работу в плохом настроении, и класс весь урок слушал Татьяну Буланову. Жена Леонида Якубовича родила ему первую тройку игроков. Когда Надежда Кадышева пугается, ансамбль «Золотое кольцо» немного сжимается. Безработный Сергей увидел счет за электроэнергию и съел квитанцию, потому что больше еды в этом месяце, видимо, не предвидится. Очень хитрая учительница знает, где взять шторы подешевле. Недоверчивый Олег не мог поверить, что его жена ему изменяет, хотя фраза «Олег, я тебя изменяю» прозвучала довольно убедительно. На памятнике работницы паспортного стола шесть цветных фотографий, три на четыре. Влад Сташевский пошел в поход в горы, но его и там забыли. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина думают, что их воспитывает бабушка и брат. На шестидесятой секунде я увидел смех Владимира Зеленского и сообщаю вам, Антон, что вы выигрываете одну тысячу гривен, и я хочу предложить вам вторую минуту. Согласны? Да. На концерте группы «Виагра», чтобы заполнить зал, приглашают бывших участниц группы. Павел так сильно следил за своей внешностью, что бабушки у подъезда думали, что он проститутка. На Первом канале что-то перепутали, и на передаче «Жди меня» вместо пропавшей сестры вынесли две шкатулки. Кот Филиппа Киркорова притащил откуда-то двух котят и воспитывает их как своих. У кролика, 20 лет питавшегося капустой, выросли титьки. У банды глухонемых преступников некому постоять на шухере. Когда Татьяна Буланова падала с лестницы, злые соседи вслед напевали «Бум-пам-пам-парум-парам». По словам ведущей прогноза погоды, ее сыну 10-12 лет. Беда не приходит одна. Судебные приставы лишили Олега четырехкомнатной квартиры, а тут еще Спартак проиграл. Кот Никиты Михалкова съел корову. Это единственный случай, когда священное животное съело священное животное. Чтобы казаться чуточку добрее, Катя вставила передние зубы. И что? А, и все. Она-то вставила, но время закончилось. Антош, ну не удалось. Видимо, не сегодня. Не расстраивайтесь, эти аплодисменты вам. Спасибо, что приехали к нам, что выступили. Какие-то шутки были даже смешны. Удачи! Не знаю, может быть, потому что первый раз приехал, и какая-то неловкая уверенность была такая. Поэтому, наверное, не получилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо.